МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Юрий Бездудный дал первую пресс-конференцию в статусе избранного губернатора Ненинского округа. В мероприятии приняли участие представители региональных и федеральных средств массовой информации. Стал известен подрядчик работ по содержанию в осенне-зимний период дороги на Красное. Электронный аукцион выиграла окружная компания «Автомаркет». С победителем будет заключен контракт на 24 миллиона 700 тысяч рублей. В Ненинской тундре завершается плановая кампания по вакцинации оленей от сибирской язвы. В этом году специалисты станции по борьбе с болезнями животных привьют 122 тысячи оленей. Многочисленная делегация Ненинского округа в эти дни представляет регион на 15-й международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» – мастера и художники России. Ежегодные мероприятия традиционно собирают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Количество заболевших COVID-19 среди жителей Нарьинмара увеличивается практически каждые сутки. Тесты на наличие коронавирусной инфекции выявили еще два новых случая заражения коронавирусом. Оба заболевших – жители города Нарьинмара. Болезнь протекает в легкой форме, поэтому лечение они получают амбулаторно. Таким образом, на амбулаторном лечении на сегодняшний день находится 8 человек. В стационаре Ненецкой окружной больницы нет пациентов с диагнозом COVID-19. Последние случаи увеличили показатели статистики по заболеванию новой коронавирусной инфекцией в Ненецком автономном округе. С начала пандемии здесь зарегистрировано 330 заболеваний COVID-19. Большинство заболевших – работники месторождений. К сегодняшнему дню 319 человек полностью излечились. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому и в обсерваторе находится 306 человек. Снято с контроля за прошедшие сутки 33 человека. Как стало известно, в Нарьинмаре отменен ряд массовых мероприятий. Презентация циклопедического словаря Ненинского округа, которая должна была состояться 24 сентября, перенесена на неопределенный срок. Напомним, в Ненинском округе сняты ограничения для прибывающих из других регионов. Жителям округа, вернувшимся с большой земли, больше не нужно проходить курс двухнедельной самоизоляции. За исключением воспитанников и сотрудников образовательных учреждений, если они прибыли в округ без справки об отсутствии заболевания COVID-19. Глава региона ответил на многочисленные вопросы журналистов. Нарьинмаре для представителей региональных и федеральных СМИ прошла первая пресс-конференция Юрия Бездудного в статусе избранного губернатора Ненинского округа. В пресс-конференции главы Ненинского округа приняли участие представители телеканала «Север» и радио «Север-ФМ», журналисты телеканала «Россия-1» Нарьинмар, окружной газеты «Нарьина Вендер» и информационного агентства «Нао-24», журналы «Высокий возраст» и газеты «Заполярный вестник». В режиме видеоконференц-связи свои вопросы Юрию Бездудному смогли задать журналисты федеральных информационных агентств «ТАС», «Интерфакс» и «Реановости», а также российской газеты. Всем интересно, какие первоочередные задачи вы собираетесь решать на вашем посту? Будут ли приняты какие-то кадровые решения и каким-то образом будет ли проводиться реструктуризация управлений и департаментов? Основная задача, которую я вижу перед собой, это развитие нашего округа. И поскольку она такая глобальная, то хотелось бы немножко конкретики, что же за этим стоит. А за этим стоит, прежде всего, повышение качества жизни жителей нашего округа. Как это сделать? Строить детские сады и школы, инфраструктуру. То есть все те задачи, которые были, есть и, скорее всего, будут. Но в условиях такого достаточно жесткого бюджетного дефицита решать эти задачи вдвойне сложнее, чем когда бюджет был наполненный. Это такие совершенно очевидные вещи. Что касается, вот вы если заметили, то первую свою встречу в качестве губернатора я провел с ассоциацией ЕСАВЭЙ. И для меня чрезвычайно важно, что все эти задачи, которые я перечислил чуть выше, они будут решаться обязательно с сохранением национальных традиций, национального языка и все, что связано с титульной нацией. Поэтому вот на этой встрече мы много вопросов обсуждали со старейшинами и были определенные наказы, пожелания. Я очень надеюсь, что все то, о чем мы разговаривали на этой встрече, обязательно будет реализовано. Теперь, что касается управления и структуры. Коллеги, ну совершенно понятно, что и управление и структура, они под те задачи, которые предстоит выполнять. И, скорее всего, структура претерпит какие-то изменения. Но речь не идет о какой-то революции, что завтра начнется какая-то перетрубация, начнутся изменения в департаментах. Отнюдь. Речь идет о том, не о революции, а о эволюции. То есть, да, будут происходить какие-то изменения, но эти изменения будут исключительно под те задачи, которые мы вместе будем решать. Полную версию пресс-конференции губернатора Неницкого округа мы покажем в эфире телеканала «Север» уже 24 сентября. О времени выхода программы в эфир сообщим дополнительно. Следите за нашими новостями в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Антон Водряков и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Подъездную дорогу к поселку Красное в осенне-зимний период по итогам электронного аукциона будет содержать окружная компания «Автомаркет». В Централизованном строй заказчики подвели итоги торгов на выполнение работ по содержанию подъездной автодороги к поселку Красное. Победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Автомаркет». С организацией будет заключен контракт на общую сумму 24 миллиона 700 тысяч рублей. Средства выделены из окружного бюджета в рамках госпрограммы развития транспортной системы Неницкого автономного округа. Подрядчик должен с 9 октября 2020 года по 31 марта 2021 года обеспечивать содержание автомобильной дороги в осенне-зимний период с бесперебойным и безопасным движением для всех участников дорожного движения. На участке дороги «Лаевож-Красное» также находятся два моста через реки Питумбой и Лиственничная протяженностью около 73,5 метров соответственно. Общество с ограниченной ответственностью «Автомаркет» является окружной организацией. В 2018 году организация занималась строительством и содержанием телевисочного зимника, после чего в 2019 году с подрядчиком по итогам торгов был заключен двухлетний контракт на строительство и содержание временной трассы. Помимо этого с предприятием «Автомаркет» в этом году был заключен контракт на доставку и монтаж пяти блочно-модульных зданий здравпунктов поселения региона. В Москве стартовала 15-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Ежегодные мероприятия традиционно собирают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов России. Неницкий округ представит 22 участника. Неницкий народный ансамбль «Маймбова» почти в полном составе принимает участие во Всероссийском фестивале культур «Кочевья Севера», который традиционно проходит в рамках выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Для выступления юные артисты подготовили свои лучшие номера. У нас 10 человек. Едем мы, Екатерина Николаевна везет две этнические песни, а у нас семь танцев. Это самые яркие номера из нашей программы, из многолетней. Все-таки 41 год ансамблю, это выбрали мы самые яркие номера. Это, конечно же, зов всеми любимый, зов тундры, танец с янцами, нерпы, северяночка наша любимая, танец молодежный, танец нененця, танец у нас еще, как я вспомню, молодые лениводы. Мастерская по пошиву одежды и аксессуаров с ненецкими орнаментами Нарэй, что в переводе означает «весна», открылась в Наринмаре три года назад. На ярмарку «Сокровища Севера» я еду второй раз. Первый раз я там была в самом начале пути в мастерской Нарэй, это в 2017 году. И поехала я туда даже не в составе делегации Ненецкого округа, а сама по себе. Просто мне было интересно посмотреть, как и что там происходит. В этом году я получила приглашение уже поехать в составе делегации, представить свою мастерскую, свои работы. На выставке-ярмарке Нарэй представит не только уже готовые изделия из натуральных тканей с ненецким орнаментом, но и совершенно новую коллекцию одежды, где также отражена символика народов Севера. Мастерская примет участие в нескольких номинациях. Одна из них – лучшая региональная экспозиция. В конкурсе на лучшие экспонаты участвует наш мастер Николай Ивылко. Он подготовил две работы в двух номинациях. Это «Резьба по дереву» и «Резьба по ронгу и кости». Тематика двух конкурсов мы с Николаем решили объединить и назвали «Дочь ворона». Это вторая работа, которая будет представлена в номинации касторезных изделий. Называется она «Камлания шамана». Всего в этом году на выставку от Ненецкого округа отправились 22 представителя. Кроме дефиле в этнических костюмах, концертной программы и презентации авторских работ, на выставке представлены экологически чистые продукты из северных регионов, а также дегустация национальных блюд. Выставка-ярмарка «Сокровища севера мастера и художники России» организована компанией «Абориген-экспо-тур» и пройдет в рамках празднования юбилея Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Юбилей отмечают в рамках форума «Сокровища севера». «От нашего округа есть большая делегация, мастера. Это же тоже показатель. За 30 лет мы пришли вот такому. Будет торжественное чествование наших ветеранов. И самое главное, конечно, будет то, что мы просто многие очень долго не виделись. Начиная от Чукотки, кончая Мурманской областью. Будет деловая часть». На протяжении 30 лет Ассоциация стоит на защите прав и интересов коренного населения. «Это, конечно, поддержка лиц, в первую очередь ведущих традиционную хозяйственную деятельность. Это вопросы оленеводства, взаимодействия с нашими региональными властями, с исполнительной властью, с законодательной властью. Это участие в различных мероприятиях по обсуждению предложений в различные наши нормативные права акты. На территории субъекта. Ну и, конечно же, это непосредственная связь с населением нашего округа. В том числе через структурное отделение, выезды на территорию». Делегация Ненецкого округа отправилась на выставку в рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера». Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Поголовье оленей в Ненецком округе насчитывает порядка 190 тысяч голов. Дважды в год в оленеводческих хозяйствах силами специалистов окружной станции по борьбе с болезнями животных проходит плановая кампания по вакцинации животных против сибирской язвы и подкожного овода. Осенью в Ненецкой тундре кипит работа. Здесь вакцинируют олени против сибирской язвы, а также проводят обработку поголовья от подкожного овода. В кампании по ежегодной вакцинации оленей принимают участие специалисты станции по борьбе с болезнями животных. Объемы большие, нагрузка у ветеринаров двойная. То есть это массовые обработки, которые проходят дважды в год. Олени у нас в округе много, как вы знаете, порядка 190 тысяч. Ну и у нас практически все специалисты разъезжаются и проживают неделями в тундре. То есть это вакцинация против сибирской язвы весной. И осенью, вот сейчас, в сентябре, поедут на обработки против подкожного овода. Как правило, в кампании задействовано более 20 ветеринаров. Они добираются до стойбищ на вертолетах, самолетах, маломерными судами, тракторами и вездеходами. На сегодняшний день специалисты из Нарьинмара, прибывшие в тундровые хозяйства округа, уже вакцинировали более 113 тысяч голов северных оленей, что составляет почти 93% от плана кампании. Практически все оленеводческие хозяйства, семейные родовые общины и частники завершили процедуру. Работа при этом продолжается в СПК «Красный октябрь» и «Путь Ильича». Всего в рамках кампании планируется вакцинировать почти 122 тысячи голов. Стоит отметить, что вакцинация не проводится на острове Колгуев и в хозяйствах западной части округа, в СПК «Восход» и Ненецкой общине «Канин», поскольку эти территории являются благополучными по данному заболеванию. Обилимпикс-2020 продолжает собирать талантливых людей со всего региона. На Нарьинмаре уже несколько дней подряд студенты и школьники соревнуются в разных компетенциях. Первооткрывателями регионального чемпионата стали будущие мастера парикмахерского искусства и редактора текста. Эстафету приняли любители рукоделия. За процессом вязания и вышивания наблюдала наша съемочная группа. Полная тишина сегодня в одной из аудиторий Центра развития образования. Здесь девушки работают над декоративной открыткой. Нужно быть сосредоточенным, ведь каждый стежок будет оцениваться. Данная компетенция называется художественная вышивка, поэтому эстетика на первом месте. Где-то сложно, где-то запутываюсь и придется переделывать. Мне это нравится. Вышивание мне передалось от мамы. Мама меня тоже очень любила вышивать. Я вышивала для кукол подушки, одеяло, одежду, платья всякие. И для окошек всякие подушки, чтобы они лежали. Вероника Родчева сегодня среди окружных вышивальщиц. По словам девушек, пришла не за победой, а ради победы. Ведь этот биолимпикс организатор чемпионата посвятили 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В итоге у девочек должно получиться вот такое изделие. Ну, вот что-то типа открытки, вышитая полукресток. Обыдание было разработано с учетом инвестных особенностей детей. Ну, по объему, я думаю, что не очень сложно, потому что все соответствует возрасту. Так что я думаю, что девочки справятся. Тем более, что очень стараются. Рукоделие, оно всегда, в любые времена, оно ценилось. Обычная работа всегда очень дорого стоили. Вот даже наши выпускники до сих пор вышивают огромные картины. Это, во-первых, их хобби. Во-вторых, это дополнительный заработок. Ну, в-третьих, вообще для общего развития обязательно это нужно. Я думаю, что это очень интересно. Сейчас вообще идет возрождение старины. Что-то, ну, это красиво. И еще одно красивое ремесло, которое сегодня тоже возрождается, – это вязание крючком. Девушки этой компетенции трудятся в соседнем зале. Их конкурс на изделие родом из военной песни. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал песни про «Синий платочек», как провожала и обещала «Синий платочек» беречь. Сегодня главный элемент из этой песни ребята, участники «Обилимпикса» воплотили в жизнь. Синий скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Песня была очень популярна в ходе войны, и после войны тоже с удовольствием поют. Ну, в принципе, задание не очень сложный узор, повторяющийся. Если девочки тренировались, то они могут связать. Девочки, конечно, стараются, видно, что они сидят так упорно. У кого-то получается очень плотная вязка, у кого-то слабая. Ну, как же у каждого человека, своя техника вязания. Вот здесь мы тоже это видим. Но видно, что с ними занимались. Благодаря тому, что у нас есть «Обилимпикс», детки с такими возможностями здоровья могут себе показать где-то в чем-то. Ведь у нас уже в нашей компетенции очень хорошие результаты на уровне России. Возапрошлом году Прота Попова у нас была Люба победителем, а Михайлова Олеся в прошлом году была призером. Кто станет призером этого чемпионата, будет известно на следующей неделе. А пока проверить свои силы готовятся любители спорта, актерского мастерства, флористики и других направлений. Как говорят организаторы конкурса, проигравших на чемпионате не будет. Все они уже показали свои безграничные возможности. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Экспедиция Арктического центра Российской академии наук прошла около 1770 километров по реке Печора практически от ее истока до устья в районе Нарьинмара. Ученым предстоит изучить воды этой северной реки для определения деградации мерзлоты. За время экспедиции ученые отобрали около 160 проб воды на всем протяжении своего пути практически по всей длине реки Печора. Научное путешествие в 1770 километров. К слову, протяженность реки Печора – 1809 километров. Пробы отбирали как на самой реке, так и на ее основных притоках, а также из колодцев и скважин, которые располагаются в населенных пунктах. Проделанная работа поможет определить деградацию мерзлоты. Как поясняют сами ученые, если мерзлота тает, то это влияет на изменение изотопного состава в воде. И, соответственно, они изучают реакцию изотопного состава систем химического состава при таянии мерзлоты. По берегам ученые брали для анализа достаточно большие объемы мерзлых грунтов и на месте оценивали их температурный режим. Сейчас все пробы, как воды, так и грунта сортируются. Их будут изучать в Архангельске и Санкт-Петербурге. Первые результаты планируют получить в начале следующего года. По словам исследователей, бассейн Печоры хорошо подходит для такой работы. Это большая территория, на которой есть разные природные условия. От полного отсутствия многолетней мерзлоты на юге республики Коми до почти сплошных участков мерзлых грунтов на севере Ненецкого округа. При этом, как отмечают ученые, территории с мерзлотой сокращаются. Проект поддержан Российским научным фондом и рассчитан на три года. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...